Вы наверняка встречали на улицах города невнятные рисунки на стенах домов и остановок. Обычно они представляют из себя розчерки краской и не несут смысловой нагрузки. Хотя изначально было иначе. Теггинг, так называется этот вид граффити, появился в 1960-70-х годах в США, в Нью-Йорке. Его использовали криминальные группировки для разметки собственной территории. Сегодня теггинг – обычный акт вандализма, который нашёл отклик у молодёжи большинства российских городов. Своеобразная мода самовыражения не обошла и наш город. В городе часто встречаете, чтобы и стены в этих граффити были? Ой, стены ужасны. И стены разрисованы. Это какая-то не то, что безграмотность, я не знаю даже, как это сказать. Какое-то безумие, демонстрация своей какой-то бескультурья. Вот это прям в высшей степени, я считаю, так. Мне очень не нравится. К сожалению, да, сталкивался. А где эта проблема больше всего? Вы знаете, на Курчатово, вот тот район, всё-таки он больше подвержен этому, у нас немножечко потише. Очень плохо, очень плохо отношусь. Вот вроде убирают их, все эти надписи. Я правда не знаю, что это за организация такая, но они вот сделают прям везде. Знаете, вот на заборах, на домах, надо прям безобразие. Правда, я не знаю, что такое, но везде прям. Как не пройду, прям убирают и опять, убирают и опять. Ну, в общем, безобразие, конечно. Отвратительнее, я считаю. Отвратительнее. Ну, потому что, как бы, люди стараются, делают ремонт и прочее. А люди просто халатно относятся к этим вещам. И нарушают, как бы, и порядок, и закон они нарушают, в принципе. Как правило, за маркер или баллон с краской берутся подростки. И происходит это из-за целого комплекса причин. Это и агрессия, которая накапливается в результате гормональных изменений, конфликтов в семье, размытость этических норм и правил поведения, и низкая бытовая культура общества в целом. В большинстве случаев к вандализму склонны дети из неблагополучных семей, считает психолог Наталья Мышова. То есть это стремление такое, как-то показать, что я вообще как-то в социуме существую, я кому-то где-то как-то нужен, если я не нужен там своим родителям, если они меня не видят, не воспринимают, отвергают, да, то хотя бы вот так о себе заявить, хоть как-то привлечь внимание. Там очень много факторов, очень много там слоев проявляется. И на самом деле, ну, это отклонение от нормы, это нездоровое поведение. И это нужно лечить, и лечить нужно психологическими методами. Незаконная разрисовка стен сурово законом не карается. Попавшегося с поличным художника ждет административное наказание в виде незначительного штрафа в размере от 300 до 1000 рублей. Если поймают несовершеннолетнего, за его творчество нести ответственность придется родителям. У нас в городе установлены камеры практически на всех перекрестках, ну, на таких значимых, то есть, когда поступает сообщение о нанесении надписи, то есть, мы можем посмотреть по камерам, то есть, камеры достаточно хорошего качества, то есть, ну, в принципе, весь контингент, который может написать или может повредить имущество, ну, у нас он, как бы, мы его знаем, он не первый раз к нам попадает. Если вы стали свидетелем акта вандализма, о случившемся вы можете сообщить по номеру 102. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.